Это неделя и прошлая неделя у нас проходит под знаком борьбы за власть. Это у нас недельная глава, борьба за власть, а как говорили бавлические рэбэ, все что написано в недельной главе, потом это в газетах. Актуально. Проверить можем. Байден и Трамп. Каждый из них говорит, я лучше тебя, я хочу быть президентом Америки. И вот о Корахе и Муше, каждый из них говорит, я буду президентом Израиля. А в нашей жизни это еще лучше. У нас сразу набор Беннет. Я не знаю, есть у нас Ганс, Пит, Натанияо. Все хотят быть президентом. Но надо сказать, что пока что вроде в Америке идет в правильную сторону. И даже сами американцы после того, как они увидели бледное преступление Байдена, они, демократы, сполошились и ищут замену кандидатуре. Конечно, поздновато они спохватились. Раньше по ним было очевидно, что он как бы не в спортивной форме. Сейчас сколько у них осталось до ноября? Осталось 4 месяца. Очень мало времени. Потому что надо ведь на самом деле найти не только подходящую кандидатуру, а показать, что это человек, который умеет управлять государством. Трампу не надо было говорить. Он миллиардер. Он умеет работать с деньгами. Занимается деньгами. Это какая-то веская аргументация, что он, да, может быть президентом. Я помню, в свое время был такой президент Джонсон, и его противники говорили, посмотрите, у него на счету, а он был несколько десятков лет сенатором, у него на счету 250 тысяч долларов. Но как он может поднять Америку, если он себя не может поднять? Сильный аргумент. В Америке это работает. Так что они предлагают жену Обамы, но, конечно, привлекательная негритянка, рена президента Хиллеры Квинтона, тоже старушка, и она уже один раз провалилась. Короче говоря, у них голяк. Нету подходящих претендентов. Я бы им посоветовал выбрать какую-нибудь кинозвезду. Это уже как бы, ну хотя бы вот как известно, почему на рекламах всегда выставляют женщин. Известно как бы уже по проверке, что не важно, что она рекламирует, если женщина, есть большой шанс продать этот товар. Наверное, много суперзвезд есть. Должны быть и черные, и звезды. Да, и можно черную красавицу найти, и все это как бы запросто. Легко продать. А потому что, потому что Трамп действительно, правда у него тоже есть проблема, он сидит под судом за подкупа порнографической звезды, вот, и за это он может, как бы уже приговорили уже, признали его виновным, сейчас надо определить меру пресечения. Как бы сейчас обсуждается вопрос, может ли президент, который сидит в тюрьме, быть президентом. То есть, с другой стороны, я думаю так, сейчас все эти судьи, которые они, безусловно, ангажированы там в высших уровнях власти, они прикинули. Если Трамп придет в класть, им же не поздоровится, потому что от президента зависит, кого нужно начать в Верховный суд. Поэтому, возможно, они сейчас как бы немножко придержат вожи, и как бы наоборот, как бы заранее надо подыграть Трампу, чтобы он их помиловал. У меня вот такая история в моей семье, ну, далекая семья, это мои старые жены, когда Обама пришел к власти, а там было до Обамы, был кризис жилищной проблемы. То есть, предыдущий президент Клинтон, кстати, он, это был Клинтон или кто-то другой, он, значит, разрешил одному крупному предпринимателю давать то, что называется мошканты, да, по очень низким ценам. И люди прали, все, такая была радость, но они не прочли маленькими буковками, что написано под соглашением, что через год это вырастает на 20%, и каждый год на 20%, через несколько лет это платит в два раза больше. И у людей оказалось, нет денег. И поэтому получался крах банков, выбрали все деньги, и все ушло, и потом дома стоят пустые, бездомные. И Обама сказал, первого, кого я посажу, когда при власти, вот этого самого предпринимателя, который затеял вот эту аферу. Поэтому, как бы всем нашим зрителям предупреждение, я не знаю, как это в России, но в Израиле, читайте все, что написано внизу, любое соглашение маленькими буквами. Это самое главное. Если не умеете читать, возьмите адвокаты, это дорого, на всяком случае от вас по счету. Потому что самое главное написано маленькими буквами. Мы привыкли, что написано маленькими буквами, это так, второстепенно, а на самом деле там самое главное. И кого он посадил? Обама, вернее, собирался посадить моего родственника, далекого родственника со стороны жены. И этот родственник благодарен за то, что он поддержал компанию предыдущего президента, дал несколько миллионов долларов, сам он был миллиардером. Этот, значит, родственник его назначили послом в Голландии, послом США в Голландии. Он заодно развелся со своей старой женой, женился там в Голландии на какой-то маловой голландской киноизместе. Но в тот момент, когда пришел к власти Обама, он скоропостижно умер. Ну, примерно, я думаю, так же, как Погожий умер. Не знаю, как он умер, но там, знаете, всегда инсценировать... Похоронили его, вот я говорю, смотрите, как жизнь идет Курчавову. А тем не менее, этот самый миллиардер, прежде чем, как внезапно скончался при приходе власти Обамы, он успел вложить неплохие деньги в строительство центра Визенталь. Центр Визенталь, Симон Визенталь, это как бы известный международный центр в Лос-Анджелесе. Он жил в Лос-Анджелесе. И там построили этот центр по преследованию нацистов. Хотя какие тут нацисты остались, старики 99-летнего возраста, но очень хорошо. Потому что, когда вы занимаетесь вопросами катастрофы, есть много стариков, которые умирают, у них остаются большие наследства, некому дать, они все жертвуют на этот центр Визенталь. Колоссальная идея вообще, как бы пышная идея. Сейчас, правда, уже скоро это не актуально, потому что действительно все они умирают. Последние старики, которые уцелели от катастрофы, они было 3-4 года во время катастрофы. Так что их трудно назвать жертвами катастрофы, они просто были младенцами. Но неважно, я просто говорю, вот как эта самая политическая структура там в США работает. Трамп, естественно, как бы у него большие надежды. И те, кто сейчас собирается напасть на Израиля, но уничтожить Израиль, они тоже делают этот подсчет. Что, понимая, если Байден бы допустил, а Трамп же может очень жестоко расправиться со всем там Ираном. Мы знаем, что у Ирана есть очень жестокие планы по уничтожению Израиля вместе с Кизболой. Есть о чем подумать. Так что пока что это играет в нашу сторону. Но посмотрите, как это получается непривлекательно. Сам Трамп, это не идеал человечества. Действительно. Человек грубый, наглый. За у него масса всяких уголовных дел, которые он умеет снять с себя благодаря высокооплачиваемым адвокатам. Это то, что у Америки есть представить. Америка как бы флагман мировой цивилизации. Это то, что у них есть. А как мы видим, у Байдена вообще никого нет. У демократа вообще никого нет. Сейчас их оранжно ищут. Кто пойдет. Есть такая интересная рассказа в книге Шофтим. Когда Гидон, помните, был Гидон такой, судья известный. Ну, у нас судья, это же не обязательно человек, который вешает суд. Суд тоже. Но он был полководцем. Воевал с Плиштим. Когда он скончался, стали искать, кто станет вместо него. И никто не соглашался. И рассказывая это, книга Шофтим рассказывает такую притчу. Маша, он говорит, значит, деревья решили выбрать себе царя. Но они обратились там к винограднику. Виноградник сказал, что мне делать больше нечего. Я изготавливаю винограду. Мне надо заботиться, чтобы мои виноградины были сладкие. Также обратились, скажем, я не знаю, к хлебу, к злакам тоже. Все заняты делами. Кто согласился, репейник. Атат называется. Он сказал, я буду вашим царем. Это как бы очень интересная концепция, интересная взглядная вещь еврейских мудрецов, еврейской древности. Что у нас царем быть, это не бог вечно. Если кто-то ищет в гугле, это репейник, но это такое, как бы, дикое растение. Атат. Алеф. Тет. Далет. То есть, на самом деле, у нас идея государственности в еврейской вере, она не является супер важной. Как бы, власть, на самом деле, как говорил Владимир Ильич Ленин, он же бланк, государство – это насилие. Куда ни денешься, чтобы управлять людьми, надо проявлять насилие. И те, кто находятся у власти, насилуют прежде всего те, кто не добрались до власти, чтобы больше они не могли бы, не было им повадно. То есть, это ужасно. И в еврейском, как бы, в еврейском эдосе, в еврейской морали мы не хотим вообще государства. Поэтому у нас идеальный правитель – это Машиах, который известен своей мудростью. Тем, что он управляет своей мудростью, он управляет людьми. Люди хотят с ним советоваться, хотят, как бы, следовать его путям. И это личный пример. И, безусловно, пример тому, что у этого человека есть какая-то божья благодать. Он связан с какими-то высшими силами. То, что он говорит. Он не говорит от себя цены. И, как бы, прислуга своим прихотям. А потому, что вот у него есть, так, связь со Всевышним. Этим побеждает Моши Рабейну. Показывает, что у него есть связь со Всевышним. А у Корлаха нет. Хотя Корлах, как мы знаем, в смысле равенства, он не уступает практически Моши Рабейну. Надо сказать, что его, как бы, претензии на власть, они в какой-то степени обоснованы. Действительно, они оба из того же самого колена, из той же самой семьи, из семейства привилегированных ребитов. Вот, действительно, почему бы и Корлах? Его обидели по-настоящему. Его обидели. Да, его обидели по-настоящему. Тем более, что он знает, что у него потом будет потомок будет Шмуэль. Шмуэля-Нави. Тед, который первым помажет на царство первого царя, Шауля. И так вот, Телим говорится, Давид Амэлов потом говорит, что Шмуэль, он равен вместе Моши и Арону. Ну, а если у него такой потомок, то и предок, наверное, ему тоже что-то положен. Это какая-то несправедливость, потому что, когда мы читаем этот раздел Корлаха, у нас это все однозначно. Вот, действительно, как он Корлах не прав, как он сам хочет зубпировать власть и все. А на самом деле, если так подумать, чем это хуже, пожалуй, даже лучше, чем борьба между, скажем, партиями в Израиле. Оставим там Байдена и Трампа, это вообще не наше дело, это американцы, это горе. А у нас что? Если кто-то идет против кого-то, он уже все, он уже негативно характеризуемый личный. Совсем нет. Корлаху тоже полагалось. Как можно знать, кому человеку, какому из людей причитается эта власть, а кому нет. Это очень сложная проблема. Кроме того, я говорю у нас, если говорить из этой самой Машар, которая рассказывается о поиске преемника Гидона, у нас вообще быть царем это не популярно. То есть, изначально мы должны относиться к людям, которые стремятся к власти и борются с волнастью с каким-то негативным отношением. Что он ищет, что у него своих дел нет? Нечем заняться, хочет управлять другими людьми, управлять, как сказал Ленин, управлять, это значит насиловать этих людей, сажать их в тюрьмы и преследовать. Нехороший человек. Вообще, конечно, в этом смысле, наиболее я говорю, благоприятная ситуация, когда все понимают, что этот человек достоин, он заслуживает. И как бы, нет, никто вообще не может спорить с тем, что понятно всем, что вот он и должен быть руководителем. В этом смысле, Машар Абейну близок к этому идеалу. Человек, который действительно смог провести народ, вывезти из Египта, привезти к горе Синайской, получить старую. И как бы, вот сейчас, перед испытанием, перед тем, как пойти в Эротисвайль, есть борьба за власть. Почему? У него получилось, получилось исходы из Египта, получилось получение отары. Ага. Значит, как бы, мы на верном пути. Возможно, сейчас, если я вместо него буду, я тоже смогу преуспеть и тоже пожну плоды того, что вот я освободил Эротисвайль, повел на свой народ и все. Можно понятно. Потому что, как правило, люди стараются прийти к власти, если есть успехи. Хотя-то, как бы, присоединятся к этому успеху. Правда, у нас в израильской ситуации это не очень похоже, потому что пока что особых успехов нет. Но, как видно, это стремление к власти сводит людей с ума. В этом смысле, из всех персонажей, которые сейчас в Израиле борются за власть, я бы нашел наибольше близкий, как бы, прототип этому вот Атаду, этому репейнику, нашего Настали Беннета. Умный человек, красноречивый, краснобай, да, даже был там в армии, какие-то совершал героические подвиги. Ну, куда он лезет? Он в последних выборах набрал несколько голосов, и его амбиция была такая большая, что он захотел стать премьер-министром и убедил всех, что он будет самым лучшим премьер-министром. То есть, понимаете, человек, который собрал большинство в Кнессете, у него большинство членов парламента. Ну, понятно, как бы, вот он руководитель этой партии, ему и положено быть премьер-министром. А этот собрал меньше всех и захотел быть премьер-министром, и убедил всех, и стал премьер-министром. Вот сейчас он снова говорит, вот я был премьер-министром, смотрите, какой у него удачный навар. Сейчас он говорит, я был премьер-министром, значит, я могу снова быть премьер-министром. И наши люди, хорошие люди, еврейский народ, очень хороший народ, простой народ, как, впрочем, все другие народы, Развесили уши Знаете, чему нужны большие уши? Чтобы на них лапшу лешать Это в лагере говорили у нас А я думал, чтобы шапка не падала Или шапка не падала У него есть такая маленькая кипа Которую он приклеивает скотчем Потому что у него лыть Крушек не влезет Он приклеивает скотчем так, чтобы она не слетала Хотя иногда говорят, что до того, как он стал лезть к власти Он вообще ходил без кипы Американские евреи Знаете, у них американских евреев Это очень распространено Модернистские, вроде верующие, вроде неверующие За субботу соблюдают Я ничего не хочу сказать про него плохого Это какой-то модерный тип Человека амбициозного, очень успешного Он заработал много миллионов долларов На своих проектах На экзитах своих Он знал, в какие проекты вложить деньги И хайтерковские Они преуспели Он на этом заработал деньги То есть по всем статьям Да, может быть премьер-министр Правда, уже один раз он показал, что у него премьер-министр Когда он создал свое правительство на курьих ножках Ему надо было обязательно пригласить этого Аббаса Мансура Аббас Мансур, он лидер партии РАЭМ Это мусульманские братья А кто такие мусульманские братья? Это Хамас Такой приглаженный, хорошо приглаженный Который так же, как и Синвар Я говорю, есть на ютубе выступление Синвара Который говорит Мы, конечно, на Израиль не тянем Куда нам? Мы же знаем, что Израиль сильнее нас Поэтому мы понимаем, что мы должны сотрудничать Но мы не отказываемся от своих целей Имеется в виду, пока мы думаем, что Израиль сильный Мы сидим спокойно А как только он кажется нам слабеньким Мы его уничтожим То же самое говорит эта партия РАЭМ Что она говорит, мы реалисты А в чем реалист, да? Что пока что мы не можем уничтожить Израиль Но все же будем готовиться к тому, чтобы уничтожить И его берут в правительство Потому что без него нет большинства Смотрите, на какие надо идти тяжкие К этому репейнику Для того, чтобы управлять страной Результаты налицо И наш земляк Либерман Как мы знаем его Как бы если спросить Какое убеждение у Либермана Какая его идеология Никто не знает Каждый раз меняется Иногда он правый Иногда он левый Иногда он в середине Я вам скажу Я с Либерманом лично знаком Более того Он когда создавал свою партию Ну это было в 90-е годы Пригласил меня быть членом его партии Я зашел к нему Было заседание как бы Членов его, так сказать Предстоящих членов Кнессета Штаб борьбы за выборы Да, штаб борьбы за выборы Ну как бы Люди, которые очевидно должны были Пойти и уйти в Кнессет Я посмотрел И я сказал Нет, это не для меня С этими людьми Я не хочу сидеть вместе Я ему сказал Ты знаешь, Эвик На самом деле Эвик Я уже не знаю Папа его назвал Эвиком Потом он был Славик Дара Не важно Он сказал Эвик Мне это не подходит Он говорит Я не понимаю Я тебе даю возможность Стать членом Кнессета И ты отказываешься Из-за каких-то Странных соображений Морали Этики Что я смотрю С этими людьми Мне будет неудобно сидеть Он не понял А я думаю Все понимают Главное Жить не власть А главное Как ты С кем Эту власть делишь И потом Наш Мой друг Сен-Кнессета Юрий Штерн Все-таки Убежал из партии Щеранского И перебежал К партии Либермана Я думаю Что одна из причин По которым Он умер от рака Это то Что он действительно Страдал в этой партии Он уже начал чувствовать Там гневцо Вначале Это была правая партия Либермана Была очень права Настолько Что мне рассказывал Щеранский Что его мама Ида Петровна Сказала ему Оба были партии вместе Один был Исраиль Балия А второй был Исраиль Бейтейн Так как Каждый СССР Израиль наш дом А второй был Израиль Валия Валия Это как бы На подъеме И мама Айбуида Петровна Сказала Щеранскому Она мне говорит Смотри Говорит Либерман Правее чем ты То есть Даже она была готова Она была правая Естественно Как все выходцы Из России Правая Хотела поддерживать Либермана Им было неудобно Что вот Щеранский Что как бы А теперь все нормально Действительно Либерман тоже в порядке Тоже Левый и правый Как хочет Называется у нас На обычном языке Называется Оппортунист Opportunity Opportunity Это самая Возможность Человек живет По возможности Сегодня Это идет Завтра это идет Представьте Он будет сидеть В одной партии Скажем Будет правительство Либерман Беннет Либерман Антирелигиозный То есть Там это все Несут против религиозных По страшной силе А Беннет Он вроде В кипе Он как бы То да все То да все Вот как они Вместе А ради Власти Готовы Идти на всех Как всегда Можно найти Какие-то слова Округленные Все это самое Поэтому я вам говорю Уважаемые избиратели Да Но я не могу сказать Голосуйте за меня Я не хочу быть Я не репейник И не хочу быть И не способен быть Главой правительства Просто Будьте очень осторожны И смотрите Как бы Чтобы вас не обманули Чтобы красивые слова И громкие фразы Не производили на вас Какого-то ложного впечатления Есть Еще одна Очень интересная тема Которую я хотел Обсудить сегодня Она давно у меня Как-то Витает в голове Но как-то не получалось По теме А вы знаете Поскольку сейчас Действительно Харейдинг Вот они не хотят Служить в армии Я уже сказал Я считаю Что Харейдинг Обязан служить в армии Да И все рабины Уже постановили Что когда Она оходит Народ Израиля Страна Израиля Находится в опасности Нет никакого Изучения Тары Да Там сказано так Невеста Уходит Из-под Жених Да Жених Да Жених В верхом Да Невеста идет В там Не знаю Что уют ли умение Жених Бьет автомат Или там Я не знаю Что он гаубится Вот это Как бы Известный Мудрец Раб Дов Льор Гиганта Тары Он прямо написал Он говорит Харедим Говорят Как будто бы Те кто учит Тару Освобождены От службы В армии Это верно В обычной ситуации Освобождены Но когда Вопрос стоит Угроза существования Народу Израиля Даже оставим Сторону государства На этих Харедим Не признают Государство Но здесь Есть 6 миллионов Или 5 миллионов Евреев Им реально Угрожает Угроза существования Тогда никакого Разговора Учите Тару Как мы видели Уного Снимков Как Ребята Учат Тару Что-то Гемору Учат Аллаху Учат Прямо на фронте Это возможно И потом Если уже кто-то Хочет Действительно Сказать Что Тара Спасает Переведите Все Ишивы На военное положение Вот так Как наши ребята Мои сыновья Там в грязи И в жару И под страхом Смерти Пусть они там Сидят Я не знаю Пусть не будут Не сидят Жизнь Да Жизнь Да Нет Я говорю Просто сказано Мы будем учать Скоро будем Учить Порошат Хукат И там сказано Какой Путь к Таре Надо спать На земле И есть хлеб сухой Пить воду И так учить Тару Это настоящая Проверка Твоей приверженности К Таре Если ты любишь Тару То тебе не надо Ни вкусная еда Ни легкая Ни мягкая кровать Ты учишь Тару Готовы быть Как солдаты Переведите все ешивы На военное положение Оставьте Как бы все их семьи Как наши ребята Как наши дети Оставляют свои семьи И пусть живут В казарменном положении На военном пайке Как все Знаете Правда В свое время Посылали солдатам В начале войны Всякие там Как я не знаю Пиццы посылали Там Хамбургеры И все чего Но сейчас это спало уже Сколько можно посылать Вот они По-прежнему Те кто служили в армии Знаете Есть луф Так называемые Есть такие банки Да В которых консервирована Такая пища Невкусная Примерно То что едят Обычно солдаты Военных условий Давайте это Учениками Пусть они Как бы Придят на военном положении Учат Тару Ради самой Тары А я знаю Я живу В районе Вообще Наш этот район Кирят Машиг И Бат Шауль Это как бы Харадимный район Я знаю просто Своих соседей Которые не служат В армии Молодые Здоровые ребята Они встают На шахаре Десять часов утра Лежебоки Потом мы У них жена Они там едят Едят Пьют Своих детей Они возят В детские садики Так они учат Тару Я не говорю Есть сады Ким Которые действительно учат Тару Ни в конкретного сомнения Большинство Просто живут Привольной жизнью Да Еще Абсолютное Как бы Бестительство И при чем При том Надо сказать так Тара Это самое Почему я все это сказал Чтобы показать Свои отношения К лицемерию К обману И вместе с тем Я хочу сказать Что Тара Действительно Это самая Главная ценность Еврейского народа Если только мы Все время Занимаемся Изучением Тары Живем по Таре И хотим быть еще лучше Исправить себя В этом наше спасение Но это можно Вполне делать На фронте тоже А когда есть Когда Знаете Когда Когда есть Реальная опасность Да И тебя убивает Когда человек Хочет есть Да Голоден А я ему скажу А ты учи Тару Не Он пойдет В супермаркет И купит тебе Что-то поесть Ну вот Пожалуйста Та же самая ситуация Реально Конечно Надо учить Тару Но когда Есть угроза Жизни Ты возьмешь Автомат Или пожалеешь Что ты не успел Пройти эти какие-то Курсы Изборы И не умешь Даже управляться Автоматом А уже не говорю Там какими-то Другими Сложными Видами Вооружения Поэтому я говорю С одной стороны Я стараюсь Быть объективным Я считаю Что да Надо учить Тару Надо защищать Ешивы И что в Ешивах Должны люди Спокойно Заниматься И учиться И нельзя Отвлекать Ни на какие-то Другие пустые дела И производить детей Это очень важно Но сейчас У нас война Вопрос стоит О существовании Государства Израиль Мы вот Как бы Получаем Постоянно Какие-то Реляции Что да Как бы Есть Тактические Победы В Газе Но по-прежнему Самая главная Угроза Это угроза Атаки Со стороны Ирана И Хизболы Это самая главная Угроза То что они там Стрелили нас 300 видами Всякого рода Вооружения Это только начало У них есть Десятки тысяч И не только В Иране А в самом Ливане Все это хранится Не хочу Никого запугивать И мы верим В помощь Ашема Что все это будет Так как он желает Но тем не менее Угроза Она реальная И она требует Максимальной Мобилизации В этом нет сомнений Мой сын Мне говорит Папа Ты лицемер Вот ты говоришь Такие вещи А вот я говорю Молючий В твоей синагоге Пряжу на лице Израиля Их нельзя Приобщать Кминьям Это как Атеисты Я сказал Это Настарвин Такой есть Равайзман Ну известный В религиозном Сианизме Он говорит Ну ведь Может быть Они сделают Чуму Тоже соображение Да Что если ты Только будешь Ослаблять То они как бы Ослаблением Нельзя людей Справить Надо говорить С ними Надо объяснять Служить примером Как кто успокоит Действительно Это очень сложная ситуация Я хотел объяснить Своему сыну Что в принципе Это правильно Но ситуация гораздо Боя сложная Это какой-то Целый комплекс Который как бы Нельзя его сразу нарушить Все разрушится Но он Он пришел с фронта Он видит Его товарищи гибнут А здесь Малые ребята Белоручки Нежатся и все Это вызывает возмущение Можно это понять Но в жизни Все гораздо сложнее Я говорю Народы Израиля Это сложный комплекс Есть такие Есть такие Есть такие Разрушать Это просто насильно Это только можно было Сделать при коммунизме И при фашизме Те кто неугодный Пошли Пошлем их в лагерь Ну и что Возьмешь Афаретим Не пойдут в армию Что их посадить в тюрьму Ужас Как вы знаете Для террористов Уже не хватает тюрьм Почему Потому что Все жители Газы Все арабы Иудеи Самари Они все террористы Поэтому Сколько их не арестовывают Все равно Не хватает тюрьмы Просто надо Просто обнести Весь этот Иудею и Самарию Нееврейские части Колючей проволокой И солдат не хватает Чтобы охранять Знаете Что сейчас начинается Освобождать Задержанных террористов Которые Которые Как бы Скажем Не удалось Доказать Что они Кого-то Убили Ах Освобождает Нету места Казалось Смешная Смешная проблема Но эта проблема Существует Мы знаем Что Йосиф Батерионыч Проблему решал Очень просто Лишних людей Враспыл И если освобождается Теплые койки Снова можно заполнять Но мы же не Если встали Мы у него Как бы Примерный берем В любом случае То что я хотел сказать Продолжая эту тему Вот говорят Вот вы верующие люди Там Тура Все это Понятно Понятно Бога Он управляет этим миром А где был ваш Бог Во время этого побоища На фестивале Нова Как он допустил Такое побоище Вот это Очень легкий ответ На это Почему очень легкий Вы прогнали его Вы Бога прогнали С этого фестиваля Нова Что это был фестиваль Нова Это был Один из важнейших Праздников Святых праздников Израиля Симхатура Празднование Изучения дары Это не рабочий день Это Шминяцер На самом деле Это Сухот Великий праздник А что вы занимались Как бы Мы все танцевали На Симхату Мы танцуем Мы поем А как вы Вы отмечали Когда вы танцевали Там на этом фестивале Вы отмечали Тару Праздновали Тару Нет Вы хотели установить Принципы Свободы выбора Свободы полов Свобода обращения полов Да там Как мы знаем В этих палатках Происходило Черт знает что такое Поэтому Этим террористам Было как легкая добыча Потому что они говорят Были люди одурманены От наркотиков Но только это Они же там собирались Сделать Вот этих Как это Водозра Да В чистом виде Они сказали Потом перестали Об этом Это как бы Было просто Какой-то Языческий культ И вы еще Спрашиваете Где был Бог Да вы его прогнали Вы не хотели Что он был там Вот Как бы наоборот Получается Чистый эксперимент Если вы не хотите Бога и прогоняете И обратите внимание Я не говорю Что вот За это Вас покарали Я не говорю Что вы Заслуживаете этого Не дай Бог Я как бы Не знаю С чего-то Бога И как бы Я вообще Тут ничего не говорю Но если вы спрашиваете Где был ваш Бог Я отвечаю Вы его прогнали Вы не его хотели И это очень интересный вопрос Который Ставит ли в отношении Катастрофы Спрашивали Был такой Главный раввин Израиль Англии Лорда Йонатан Закс Почему он был лордом Потому что В США В Великобритании Принято главным раввином Дают Сан Лорда И также там Главному архиепископу И прочих Он был лордом Очень умный человек Очень какой Красноречивый человек И я Есть такой Ютуб Его спрашивают Где был Бог Во время катастрофы Он так несколько Не совсем отвечает На вопрос Но отвечает Он говорит Мы как бы Урок с катастрофой Нас учит тому Что происходит С людьми И с человечеством Когда они оставляют Элуки Потому что ведь Нацисты были Идолопоклонниками Они преследовали Христиан Убивали христианских Священников Они не принимали Говорили Что вся эта христианская Религия Это еврейская Религия Которая предназначена Чтобы одурманить В мире существует Только одна религия Религия силы Религия насилия Как они говорили Что в лесу Все животные здоровы И почему Потому что Сильные животные Убивают слабых животных И поэтому Все здоровы и сильны У них было такое Спортивное общество Называлось Фройд Дурхкрафт Радость через силу Ты сильный Ты рад Ты сильный Значит поэтому Как бы Есть такая латинская Поговорка Малус роботус Малый человек Он сильный И он насильник Одно из других Поэтому Они отказались от веры Вот что они совершают Я всегда вспоминаю Рассказываю Особенно это В день памяти О катастрофе Есть альбом Яд Вашема И там рассказывается Как бы Хазиде Умота Олам Не евреи Которые совершали Какие-то важные дела Вот сейчас не помню Фамилию Но есть там Целая статья Об одном Немецком Солдате Обычном Фрейтере Возможно Он охранял Эшелон В Освенцию Где-то в 1944 году В конце 1944 года И он пишет Своей жене Последнее письмо Интересно Что разрешили написать Последнее письмо Он говорит Моя дорогая жена Ты меня измени Но сейчас меня ведут На расстрел Он объясняет Так говорит Ты же знаешь Мое слабое сердце Я говорит Я охранял На каком-то Станции Стоял у Эшелона Вдруг слышу голоса Подошел Они со мной говорили Ну как известно Это были Чешские евреи Которых убил В 1944 году Это были чешские евреи Они говорили по-немецки Они ему объяснили Что их берут Сейчас везут Их убивать И они просили Меня говорит Спасти их Ну как видите У меня слабое сердце Ну как Я мог не сделать Я открыл эти эшелоны И они все убежали Правда Их там убили Вот этот человек Со слабым сердцем Ничего себе Слабое сердце Герой Посмотрите Я посмотрю Если не ошибусь Если не забуду Посмотрю Вот этот альбом Посмотрю Немецкого солдата Тоже с такими Гитлеровскими Мусиками Такими Но у него есть Слабое сердце Что же лучше Быть сильным Насильным И радоваться Тому что я силен И я могу все сделать Или что у меня Есть слабое сердце И мне Что такое слабое сердце Жалею Рахманут Я жалею Он пожалел людей Это очень Интересный пример Поэтому И то же самое Я учился Здесь В колледже На второй степень Еврейской истории И помню сейчас Профессора Женщина Которая тоже Предавала Тоже Она обсуждала Этот вопрос Ее отец Ее отец Был в Освенцию Спас из Освенции Правда Она рассказывала С негодованием Про своего отца Она говорит Их Как бы они были В барахе Но молодых людей Как вы знаете Не убивали Их использовали Как трудовую силу Пока их не износят И они как бы Умирают Естественно Только стариков Там был Этот Менгела Который сортировал И видел Этот не проживет Этот старик Его сразу так Нарасплыл В газ камеру А молодых и здоровых Посылали Там у них была Авиационная промышленность В Освенции А в основном Это была как бы Покраска Самолетов Особо вредными Красками Тогда они не умели Другие краски Было вредно Для здоровья Болевали Легкие И прочее Это говорит Значит отец попал В такой баряк Котором еще было И они говорят Нашли Тфилин Шелрош Да Вот тфилин только на гол На руку не нашли И люди стояли В очередь Да Чтобы наложить Тфилин Шелрош И говорит Она очевидно Передает возмущение Своему отцу Она говорит А ведь немцы сказали Что если они Поймают кого-то Кто накладывает Тфилин Всех уничтожат И смотрите Говорят Эти люди Для того чтобы Наложить эти тфилин Да Они были готовы Поставить Под угрозу Жизнь тех Этих Жителей барака Ну а сейчас Поскольку Как бы Это уже история И мы Каждый из нас Каждый подумает А что бы мы Сделали в этой ситуации Стал бы очередь На то Чтобы наложить Тфилин Или сказал бы Ребята Не делайте этого Как бы Это только Нанесет вред Другим людям Это серьезная Я бы сказал Серьезная проблема Какая-то Гуманистическая проблема В принципе Конечно Нельзя жертвовать Жизни людей Ради исполнения Какой-то Митсвы Это Пику Как раз Курса Катастрофы Шуа В этом Это Туру колледжи В Москве Есть тоже Есть такое отделение Туру колледжа Было в Израиле Тоже отделение Туру колледжа Я руководил Русским уделением Туру колледжа И она говорит Спрашивает Где был Бог Во время Катастрофы А я спрашиваю А где были люди А что люди Что у них нет Никаких моральных Обязанностей Кто это Бог им Заставлял их Убивать людей Или он сказал Делайте что хотите Сами люди У каждого человека Есть ответственность Лично ответственность За совершенные простудки Поэтому Все эти разговоры О том Вот смотрите Бог не помог Там Вновь Или Катастрофы Это пустые разговоры Я еще рассказываю Очень как бы Интересную историю Тоже говорил об этом Есть книга Дневник Одного Работника Зондеркоманда В крематории Знаете Зондеркоманда В крематории Они сжигали трупы То есть Те кого Давили Душили В газ камерах По том Чтобы Изготовить Из этого Я не знаю Порошок Чтобы скрыть Следы преступления И сжигали В крематориях Поэтому Те кто думает Что сжигали Людей Живем в крематориях Это не было Сможны какие-то Отдельные случаи Но были Эти крематории Для того Чтобы И поэтому Там работало Было Несколько Таких больших Крематориев В каждом Крематориев Было Около 500 человек Большая работа И он говорит Я помню Залман Гарандинский Кажется Этот человек Оставил Письменное Свидетельство О том Что происходило Там Потому что Он говорит Когда мы там Работали Мы понимали Что придет Наш черед И нас тоже убьют И товарищи Сказали Мы должны Оставить Свидетельство О том Что происходило Когда будут Судить Нацистов Смотрите Они верили Что нацистов Будут судить И они И как бы Мы должны Оставить Какие-то Свидетельства Письменные Показания В их преступлениях Поэтому Они собирали Отрывки бумажки И кусочки Карандашей И он записывал У него было Как бы Он писал Наидыш Но у него был Хороший слог Он записывал Все эти Свидетельские Показания И каждая Там Какая-то Бутылочка Какая-то Небольшая Цистерна Он прятал Под землю И потом Польские рабочие Когда уже После войны Занимались Там Я не знаю Уборкой Ремонтом Нашли Часть его записи И сейчас Издание В Ядвашеме Полную книгу Очень как бы Только на иврите Правда Стоило бы перевести На русский язык Очень интересные Воспоминания Потом они Устроили Восстание В этом Четвертой Крематории Они говорят У нас была связь С польским подпольем Потому что Были польские Подпольщики В главном Тагере Освенциума Вот И они Обещали нам Помощь И они Тянули Тянули Все время Как бы только Обещание В плане И в конечном счете Мы поняли Что выхода нет И мы восстали Сами взорвали Этот крематорий И их всех Там перебили То есть Человек И он пишет Следующее Ну говорит Наступала Суббота И мы Как бы Были люди Он в том числе Делали Каббалат Шаббат Пели Леха Дорили Краткала Ну и шаббат Не каббейла Там еще что-то Да Какие-то были Возможно Огрызки еды Хотели сделать Какую-то Трапезу Он говорит Представьте себе Справлять Субботу Под Это Самой Копозит Страшные Запахи И вообще Понимая Где ты Находишь Это Абсурд И поэтому Он говорит Вот эта Группа Из там Несколько Сот Евреев Они говорили Кадиш Каждый раз Когда они Должны были Принести Эти тела В крематорий Они говорили Кадиш На эти Люди Делали Что что могли И они Говорят Разбилась Эта группа На три Составные части Были люди Которые Принимали Шаббат Пели Леха Доди Молились Ну поскольку Это была Как бы Зондер Команда Особая Команда То дисциплина Там была Не очень строгая Немцы позволяли Одна Группа Насмехалась Над ними Да С ума сойти У вас сейчас Самих В этой Трубе Сжигут Какая там Леха Доди Чему вы Радуетесь Чего можно Петь Абсурд Действительно Парадокс И говорит Была Посредине Группа Колеблющихся Так всегда Так в жизни Три группы И он говорит А эта группа Колеблющихся Все время Росла И все Они присоединялись К нам Смотрите Это Совершенно Нелогично И необъяснимо Но люди Примыкали К тем Кто Приветствовали Субботу Почему Потому что Мы знаем Что вера Дает смысл Я говорю И был Этот известный Психолог Виктор Френкель Который Когда вышел Я с Венцима Он думал О том Что часть людей Осталась Живым При прочих Робных условиях А часть людей Не выдержала И умерло Он говорит Те У которых Был смысл В жизни Они выжили А те Кто потеряли смысл Они погибли Была такая группа Называлась Музульманер Мусульмани Почему Потому что Люди Которые потеряли Всякий интерес В жизни Они сидели Там На углу Бараков На корточках И ничего Уже не ели Не пили И мы Все потеряли Всякий интерес А у тех Которых Был смысл Поэтому Его книга Называется Человек Ищет смысла В жизни В любой ситуации В какой-то степени Мы все Осуждены К смерти Раньше или позже Мы умрем И у каждого Есть какие-то Тяжелые Испытания В жизни Их надо преодолевать Если у тебя есть Какая-то важная цель Имеет смысл Напрягаться А если все Думают Что это пустое Опускаешь руки И гибнешь Очень правильно Он написал Поэтому его книга Пожалуй После Библии Самая популярная книга Была в свое время Миллионы и миллионы Экземпляров Потому что Люди Хочут Человек Ищет смысл На ибрите Называется Адам Мехапес Машмол Я думаю Что на русском языке Тоже эта книга Издана Есть Называется Скажи Жизнь Да Да Это вот А я написал Книгу Другую Я написал Книгу Человек Ищет веру Потому что Поэтому смысл Вы знаете Это недостаточно Смысл Это какая-то Логическая Как бы Подсчет Правильно Неправильно А вдруг оказывается Я верил в марксизм Я верил в коммунизм И все это Сам я не знаю Во что-то Другие какие-то Измы Все это оказалось Неправильно И потерял смысл А вот есть Вера Это Принадлежность Вера Это только Я говорю Еврейская вера Не просто вера Еврейская вера Когда ты Примыкаешь К этой еврейской вере И живешь Ею Это дает Мне во всяком случае Я думаю И вам тоже Это дает Смысл И силу продолжать Потому что Мы живем Для себя Мы живем Для каких-то Для всего народа В целом Для своего Для своей страны Для какой-то Большой цели Для будущего Поэтому Когда мы Так переживаем Это Жизнь имеет смысл Вот поэтому Когда Мы говорим Кто будет Мелаха Машиах Пишет Рамбан Будет руководитель Народа Израиля Который Будет Побеждать В войнах Интересно Он выбирает Это у него В книге Мишна Тура Если кто Какие-то Наши русские Братья Харейдим Которые считают Что не надо Воевать Верующим Пусть почитают Рамбан Говорит Все обязаны Воевать А интересно Знаете Есть Шуханарух Шуханарух Это Главный кодекс Жизни Каждого еврея Шуханарух У нас есть Рабио Савкаро Написал Для Асфарабим У нас Рабио Мош Исролис Ага Все это Как бы Есть Книги Разработаны Это Главный кодекс Жизни Но интересно Что там Не обсуждаются Вопросы Войны Участия В войне Как надо Жить В стране Израиля Потому что Эта книга Рабио Савкаро Хотя он Жил в Цфате Он написал Для условий Галута Арамбан Называет Великий Орел Он написал Как будто бы Уже мы Находимся В стране Израиля Поэтому Его Шуханарух Шуханарух И там Он пишет Конкретно Рабио Савкаро Не занимается Вопросом Когда придет Машех Это Как бы Это Какое-то Будущее Это все Будущее Кто его знает Арамбан Живет Это Как в настоящем В частности Там У него Есть Законы Бейтамикдаши Он пишет Прямо Обязаны Построить Бейтамикдаши Обязаны Построить И про это Он говорит Будет Руководитель Народа А как Появляется Руководитель Народа Наверное Выбирает Его Выборы Какие-то Среди народа В Арамсисраиле Он знает Что в Арамсисраиле Когда Он был Это В 13 век Начало 13 века Были Евреев В стране Израиля Там Не было Большинство Не было Там Парламента Не было Выбора Он Предосхитил И написал Что В Израиле Будет Появится Руководитель В Израиле Который Будет Воевать С врагами И побеждать Их И наставлять Их На путь Исполнения Митцвот И изучения Тары И он говорит Тогда Есть Хазака Что Мелаха Машьех Да нет Никакой-то Фантастики Там Что Машьех Спускается С неба На белых Реальный Образ Если есть Такой руководитель Который Не только Способен Руководить Армией Нужно Будет иметь Способность Руководить Армией Это человек Который указывает Народу Смысл жизни Ведет Их По вере И они И они Идут за ним Это еще Очень важно Чтобы тебя Слушались Может Я сейчас Начну Отсюда Обещать Меня В друг Дом Отправят Какой-то Большой Руководитель Будет Какой-то Лидер Вряд ли Это будет Бенни Ганс Да Или там Я не знаю Даже И Бенни Натаньяу Интересно Два Бенни Амина Да Но это Как бы Вряд ли Это будет Почему Бенни Натаньяу И Бенни Ганс Вообще Не говорят Татария А нельзя Быть В нашем Народе Ты не Можешь Быть Технократом Ты не Можешь Быть Специалистом Ты должен Быть Духовной Личностью Ты должен Говорить И не только Говорить А жить Этими Духовными Ценностями Служить Примером Для других Чтобы народ Шел за тобой И жил бы Такими же Ценностями И моральными Качествами Как ты Вот тогда Это будет Ознаменовать Приход Мащеха У нас Есть так много Замечательных Людей Вокруг Нас Которые Все Могли Быть Но В целом Вы знаете Каждый Из нас Во всяком случае Евреи По маме Потенциальные Мащехи Почему Потому что Все Когда был Давидом Мелла Три с половиной Тысячи лет Назад И вот Все Переженились Между собой И каждый Из нас Несет Эту Крупицу Царя Равида Каждый Евреев В принципе Может быть Монахом Мащеем Но Это Недостаточно Для этого Надо быть Большим Руководителем А как Можно Победить На войне Знаете Это Должно Быть Какое-то То что Мы Говорим Не Социалуким Какая-то Божья Искра Какая-то Связь Со Всевышним Смотрите Вот как Побеждает Маширабейну В споре С Корохом Если бы Он Говорил Да я Вас Вывел из Египта Да я Там Бас То И Сё Это Аргументация Не работает Всех Только Когда Все Увидели Что Действительно Ашем Стоит За Маширабейну А от Корох Он Отвернулся Скольки Смой Отцам Они Провалились Вправо Землю Там Их Всех Эти Самые Савки С Пряностями Все Приношениями Все Эти Сгорели Все Было Очевидно Поэтому Конечно Дай Бог Чтобы У нас Были Были Такие Знамения С неба Чтобы Мы Знали Кто Из Всех Этих Репейников Которые Ровутся К власти Кто Из Нех Все Так Не Репейник А Какая Это Там Действительно Полезная Овощ Или Фрут Который Действительно Полагается И он Действительно Может Повести Народ Израиля В этом Наше Несчастье У нас Нету Какой Такой Светлой Личности Даже Не Намечается Мы Посмотрим Все Этих Наших Рукмодителей Я хотел Закончить Это Сегодняшнее Выступление Очень Интересным Наблюдением Смотрите Как Работает Этот Кторыт Как Говорит Там Раша Объясняет По словам Медраша Почему Бушер Рабейну В качестве Испытания Чьи Приношения Будут Приняты Он Сказал Принесите Все Савки С Кторыт И как Бы Это Было Предупреждение Он Говорит Поскольку Уже Надав Явиу Как Говорят Сгорели На Работе То Есть Они Взяли Это Кторыт Кторыт Который Не Приказал Говорит Эш Зара Это То Который Не Приказал Шем Не То Что Они Сделали Какой Кторыт Для Того Чтобы Принести Баалу Или Какому Другому Языческому Иду Просто Когда Шем Когда Он Не Сказал Вы Делаете Это Называется Зара Ну что Там Написано Шелот Севашем И Они Как Были Там Ну Они Делали Излучив Побуждение Мы Говорили Об этом Что Это Они Сделали Не Просто Потому Что Они Хотели Или Отсебятины Все Они Видели Что Божья Благодать Шхена Не Опускается На Мешкан Построили Мешкан Ашем Обещал Что Будет Построен Мешкан По Всем Правилам И Тогда Как Будет Об этом Говорить Сейчас Это Не Главное Они Считали Что Надо Принести Перед Это Как Мы Знаем Йом Кипур Приносит Действительно Кторит Прямо Внутрь Кодыш Кадашим Перед Арон Кодыш Это Рабаян Сказали То Что Сейчас Происходит Это Подобие Йом Кипура Надо Принести Это Кторит И Там Целая Система Они Мы Знаем Что Они Как Не Дай Бог Краматориями А Их Души Тела Их Остались И Целиком А Души Их Сразу Поднялись Выше Миры И Поэтому Мошер Абейну Говорит Что Они На самом Деле К Души Это Было Какое Священное Действие Очень Непонятное И Странное И Поэтому Говорит Рашис На Этот Раз Сказал Мошер Абейну Принести Эти Совки С Кторэд Чтобы Предупредить Имейте Ввиду Это Не Просто Что Такое Приятное Что Пахнет Хорошо Это Очень Опасно Если Этот Кторэд Не Желаем Ашему Вы Все Сгорите Они Должны Были На Нежелаем И Они Все Сгорели Но Интересно Что В той же Самой Главе В конце Когда Начинается Мор Среди Среди Народа Что Говорит Моше Аарону Возьми Совком Кторэд С Мисбеха И Понеси Народ И Там Где Ты Пронесешь Этот Совок С Кторэд Люди Останутся Живыми Тоже Самый Кторэд Который Только Что Был Причиной Смерти Может Служить И Причиной Жизни Тоже Интересно Казалось Я Для Себя Извлекаю Какой-то Интересный Урок Есть Такое Понятие Фетишизм Вот Ты Облагодаряешь Какой-то Предмет Все Он Как бы Ты Ему Начинаешь Служить У нас Этого Нет Тоже Самый Кторэд Может Дать Жизнь Если Он Служит Правильным Целем Спасти Жизнь И Может Принести Смерть А что Такое Кторэд Как мы Знаем Говорят Кторэд Почему Называли Жену Мошарабей Называли Кетура Почему Потому что От слова Нет Извините Вру Это Агар Называли Кетура Почему От слова Кишур Да Лектор На Арамисском Лектор Это как Лекшон Потому что Через Этот Самый Благовень Благовония Когда Ты Приносишь Их Правильном Составе Как Приказал Ашем Это Тебя Связывает Ашем То Что Мы Называем Руах Акодыш Это Руах Это Дух Святой Дух И Он Поднимается Когда Мы Говорим Когда На Исходе Субботы Мы Нюхаем Эти Благовония Почему Потому что Субботу Душа Дополнительная Душа Верхний Мир Олам Абба Спускается И приближается К нашему Миру И человек Как будто бы Получает Второе Дыхание Один День Он живет В условиях Почти что Олам Абба И как Мы знаем У человека Есть Пять составных Частей Его души Есть Две составные Части Его души Хая И Ехида Которые Находятся В Олам Абба Вот Когда Этот Субботу Спускается Олам Абба Приближается К нашему Миру Человек Получает Все Состоянные Части Своей Души Живет В полную Силу А я Не чувствую А ты Живи По законам Дары По законам Субботы Учи Дару И ты увидишь Насколько ты Начинаешь Понимать Какие-то Вещи Как это Смысл Жизни Проясняется Неважно После Еще одна Тема Когда Суббота Кончается Это Верхние Миры Уходят И душа Твоя Уходит Или чувствуют Что они Умирают У них Как бы Знаете Все чувствуют Какую-то Грусть И печаль На исходе Субботы Нет Никто Такого Не переживал Какой-то Дух Опустошелось Поэтому Говорят Что надо Вдыхать Да А пряности Это Что такое Реях Реях Аторуах Да За счет Этих Пряностей Подкреплять Свою Нешама Аторуах Да Душа Это И есть Этот Дух Таким Образум Подкреплять Недостаточно За того Что ты Не потерял И как бы Это Хаяин И ехида Ушла От тебя Есть Интересная История Которую Я уже Много раз Рассказывал Когда Равкук Был назначен Главным Равеном Израиля То Его папа С мамой Из России Да Это Самый Из России Из Латвии Да Они из Латвии Да Были Земляками Мои Мои бабушки И дедушки Мои папа И мама Из Двинска Города Афрук Они жили Там Тоже Говорят Что это Как бы Мы из семьи Равкука И вот Они поехали А тогда В Палестину Шли корабли Через Одессу Они сели Значит На какой-то там Корабль Был пароход Значит И там В основном Кто ехали Тогда В Палестину Это был 1905 год Паломники Такие Самые Старушки Старцы Которые шли Паломники В Святой Земле Вдруг смотрят Два старичка Еврейских Тоже сели На корабль И они говорят А что вы ищете В Святой Земле А говорит мама Интересно Мама Равкука А что вы ищете В Святой Земле А она говорит Там это Христианка Это говорит Ну вы знаете У нас там Храм Гроба Господня Она им отвечала У нас там Гроб Господень А у нас там Эль Хайвек Аям Тами А у нас там Живой Бог Находится Вот это разница Какой-то Мой знакомый Знакомый Бывший чемпион Советского Союза И бывший чемпион Шахмат Соединенных Штатов Америки И в Гватии Пишет Очень интересный эссе Я посоветую вам Поискать его Очень интересное Поражаешься Что воспитанник Советской школы Умеет такой широкий взгляд На вещи То есть он Одногодку Учился в Москве Я правда Из провинции Из Латвии Уже в Москве Наверное учился В хорошей школе Насколько он Все это знает Литературу И Тару И все это У него так Это все Как бы Совмещается И он пишет Что Как бы Первое ответвление Как мы знаем От еврейской веры Это было христианство Он говорит Что христианство Отличается От еврейской веры Тем что у них Вот есть это Бог отец Бог сын Бог дух святой И кроме того Что это У них Как бы Это вера Которая она Для всех Нет там По национальности У евреев Только если ты принадлежишь Народу Израиля Ты можешь получить Это сложная тема И он отвечает Я сказал Уважаемый Ты забыл Самое главное У нас есть Шуханнарух У нас есть Митцвот Да действительно Мы отличаемся А христиане Отличается от нас Что у них Есть вот это Странное представление Бог Отец Бог сын Бог дух святой И как бы У них Как бы Нету Гьюра И все Но самое главное Это Как бы Проверка Это Шмират Митцмод Причем Шмират Митцмод Так как это написано В Шуханнарухе Я был В одной Русской городе В России Недавно Сравнительно Но еще До Ковера Сейчас я туда не езжу И был там Какой-то Председатель Еврейской общины Этого города Очень странный человек Очень странный человек И он мне говорит Ты знаешь У меня говорит Много жен Как вот с этим делать Он говорит Что это гарем Я говорю Просто там Я поживу С одной женой Женщиной Потом Перехожу К другой Женщине Строительный Магнат Я ему говорю Слушай Ну ты же Вы хотите Еврейской общины Это как-то Неудобно А я не взабочусь Я еврейская душа Он эту женщину Бросит Но он ее Поддерживает Финансово Вот Говорит Как ты Как бы Ты вот Равен из Израиля К этому Как бы Как ты к этому Относишь Я ему сказал Ты знаешь Это все-таки Как бы Ну Некрасиво Нехорошо Люди узнают Это Он говорит А кого мне бояться Я говорю Они все меня боятся Он самый сильный человек В этом районе И говорит И к тому же Он говорит В десяти заповедях Этого не написано Но я не уверен Вообще Он читал В десяти заповедях До конца Да Но ведь на самом деле Это не факт Десять заповедей Это квинтэссенция Шестьсот тринадцати заповедей А шестьсот тринадцати заповедей Это квинтэссенция Всего шелха на руках Поэтому Никогда нельзя сказать В десяти заповедях Это не написано Да От руководителя Мирской общины Можно ожидать Гораздо больше Как бы знания Чем только что И в десяти заповедей Но я в десяти заповедей Тоже не читал Вот Конечно Человек должен знать И поэтому мы учим Все заповеди Заповедь Сама по себе То что мы видим Это Как бы Основные пункты Положения Если солдат живет По десяти пунктам Мустам Он плохой солдат Есть очень много деталей Есть руководство Которое надо выполнять Вот Поэтому Я ему сказал Что очень правильно Христианство Отличается На самом главном Что А в какой смысл Тарьяг Митсвот Какой смысл Шелхана Руха Это то Что Шем Требует От нас Если мы не знаем Что он требует От нас И не выполняем Что он требует От нас Не выполняем Значит мы его не признаем Потому что Всякие вербальные Заявления Мы верим И все Имеет Никакого реального Наполнения Пока мы не живем По тем законам Которые нам И таким образом Я надеюсь И при всех трудностях Тех Которые мы испытываем Сегодня Принет день И мы победим Сударова Субтитры создавал DimaTorzok